Вулкан Шевелуч выбросил четверг утром столб пепла на высоту 12 километров над уровнем моря. Пеплопад прошел в трех камчатских поселках, ключи Козыревск и Майское. Гигантское облако пепла вулкана Шевелуч разрослось до 36 тысяч квадратных километров. Оно разделилось на две части. Большую из них ветер уносит на север, северо-восток от Шевелуча в Карагинский залив. Исполин не успокаивается, продолжая выбрасывать пепел. Населенные пункты, где в течение 15 июня было зафиксировано выпадение пепла, жизнедеятельность населения не нарушена. К настоящему моменту пеплопады прошли в поселке Козыревск и в селе Майское. Там толщина пепла составила до 1 миллиметра, а также в поселке Ключиевск Камчатского района. В этом населенном пункте толщина пепла не превысила 3 миллиметров. Население всех населенных пунктов своевременно было оповещено посредством стационарных репродукторов громкоговорящей связи. Жителям были даны рекомендации по правилам поведения во времена пеплопада. Жалоб от населения не поступало. В четверг в Ключах не работали детсады и пришкольные лагеря. Людям рекомендовали оставаться дома. Выпускники, сдавшие сегодня ЕГЭ по иностранным языкам, добирались до пункта проведения экзамена в марлевых повязках. Люди рассказывают, что пеплопад был настолько сильным, что казалось, будто на улице наступила ночь. Нарушенным оказалось авиасообщение с ключами. Самолеты и вертолеты туда не летают. Для Шевелуча установлен красный код авиационной опасности. Но международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. В течение дня сотрудники МЧС с помощью пожарных стволов очищали территории социально значимых объектов от выпавшего пепла. Мониторинг состояния воздуха в населенных пунктах, попавших в зону пеплопадов, ведут специалисты Роспотребнадзора. Подпишись на каналы МассМедианьюс в Facebook, YouTube и Instagram.